I have ways of blowing things up. Блин, тут прям и горы, и все, что хочешь. Так, ладно, зеленый пошел. На посадочку, грыжок. Блин, тут прям будет... Тут прям будет сложно, если что. Мне кажется. Сейчас, минута, ребят. Проверил громкость, что-то мне было прям громко. Так, розовый где? Тут. Так, ну почему? Ну это другая полоса вообще. Ну твою же за ногу, ты же не такой толстый, блин. Вот это на самом деле бесит. Тогда вот эти две полосы они становятся абсолютно бесполезными. Потому что он не может лететь с этой полосы, потому что в конце этой полосы садится самолет. Вы серьезно? Такие вот игровые условности, они... Они, да. Они все. Ну вот, ну другая же полоса в другую сторону. Почему ты так поступаешь? Давай садись. Чувствую, здесь мне будет бомбить. Но главное пройти. Не знаю, мне показалось, что... Следующая этапа, она немножечко поинтереснее. Следующая карта. Я не буду загадывать наперед. Давайте мы играем сейчас в эту, будем играть в эту. Все, все нормально. Вроде тут пока что стандартные 45 самолетов держатся для прохождения. Также там ближе к 60, или что такое? Будет такая вещь, как пик прибытий. У нас вот эта поперечная полоса, она прикольная для взлетов. Коротенькая, она разносторина. Вот эти две длинные, они, ну типа, бесполезно, что их две. Там, по сути, одна, потому что ты не можешь ничего делать, пока у тебя одна полоса занята, вторая бесполезна. И тогда смысла нету в двух полосах. Или даже полосах, не знаю. Ускорение, пожалуйста. Я чувствую, мне это тут понадобится. Давай, скорее. Ну, значит, сюда сядешь. Сейчас будут давать зеленых розов. Я же говорил, что сейчас будут давать зеленых розов, потому что мне нужно снизу будет их. Да. Желтый поменял точку. Винтертур. За пять километров мне аж показывают. Давай на улице. Дайте оранжевую или красную, чтобы сюда их поперекали. Зеленый тоже поменял точку. Разово запустить. В промежутке проскачешь. Вектор на destination. Катерс, это все сомн. Руководка 14. Прога-жейк 88. А, тут у нас этот бизнес. Жет. Руководка 28. Катерс, это все сомн. Вы же разойдетесь, я надеюсь. Все, сели, красавчики. Так, 22. Вот этот, красный, сейчас улетел. Может мне взлет засчитало. Так, о воздушном пространстве. Мне бы зону ожидания, да. Сделано так, чтобы розового сейчас ровно отправить. А они не столкнулись. У желтого сейчас сюда же зафигачивает, по-моему, их пойдет. Все, вроде как оно нормально расходится. Угу, угу, угу. Поменяли все полностью. Давай сразу сюда. Так, дурак, что ли? Зачем ты такой себе траекториус? Нет, быстро, 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 быстрей! Я не на ту полосу поставил его случайно. Ты дурак, блин. Я вообще собирался на вот эту, он мне взял, перескочил сюда. Чуть не просрали, только что. Офигеть. Нет, наверх! Сюда летим. Тут тоже restriction. Давай, вот сюда. Fly heading 265. Runway 32, cleared for take-off. Vector to destination. Unable angle to steep. Значит, еще пробуется ее немножко. Fly heading 270. Cleared for take-off. Clear to land. Все, нормально, садимся. Вектор to destination. Он там не врежется? Не, он там пролетел буквально на дрифте. Clear to land. Тут на самом деле рамочка бесит. Рамочка сделана для того, чтобы мне было удобнее их мышкой хватать, а не для того, чтобы они этими рамочками сталкивались. Vector to destination. Мигай скорей. Мигай скорей. Clear for take-off. Runway 1-0. Vector to destination. Вот, зона ожидания, наконец-то. Ну, она там на два самолета, и третий уже не мигать бы начал. Мне, да, нужно их как-то... Сейчас подожду, пока этот... Сядет. Сверху идет... Так, подожди, немножко, пусть он... Clear for take-off. Runway 1-6. Clear to land. Watch flight restriction. Ты дурак. Vector to destination. Fly heading 250. Серьезно, ну у вас же есть полетные карты, вы же видите, где вам нельзя летать. Это же не все от диспетчера зависит. Ребята, кто делал игру, вы вообще понимаете, кто работает или нет. Runway 1-6. Fly heading 265. Vector to destination. Clear for take-off. Так, 37. Осторожно сейчас. Vector to destination. Clear for take-off. Начинается опасная зона, когда они могут сделать все, чтобы врезаться, чтобы ты проиграл. Сюда. Fly heading 275. Fly heading 270. Clear for take-off. Желтую точку поменял вовремя, хорошо. Fly heading 275. Fly heading 275. Fly heading 275. Fly heading 275. Да я вижу, блин. Всё, эти двое садятся на эту полосу, отлично. Не, рискованно, ну его нафиг, подожди немножечко. Там, не, мне это... А, вот это, кстати, полезная штука, точка вылета. Так, я могу твоих запускать, кстати. Да-да-да, я как раз хотел, чтобы у меня так было. Надо запомнить вот эту, точка вылета, чтобы она была. Хорошо, Цюрих мы победили. Слышь, по идее, садитесь на разные. Эти, вы не должны же столкнуться, ничего с вами не должно случиться, да? Или, ну да, ну да, пошёл я нафиг. Смотрите, две разные полосы, два самолёта садятся на две разные полосы. Если они при этом столкнутся, эта игра может собирать чемоданы и идти нафиг. Ну нет же, ну он уже ушёл. Вот как, вот как, вот это реально, объясните мне, пожалуйста. Он же уже ушёл, взлетел, этот взлетает вообще в другую сторону. Короче, меню. Я до сих пор крайне недоволен таким стечением дела. Так, у нас Сидни в Сан-Франциско. Пойдём, Франциско. Пойдём, мне кажется. Короче, я такие вещи переигрывать не буду. Нажмись. Почему нужно именно на стрелочке нажать? Здесь вот это вот крестики-нолики. Из-за того, что самолёты слишком широкие, то... Это не имеет никакого смысла. Вот эта часть в основном и портит игру. Гора Сан-Бруно. Ещё какая-то гора. Так, ты у нас в эту сторону садишься, ты у нас тогда в эту сторону садишься. Ну что, если есть две параллельные полосы, смотрите. Полоса никак не может быть уже, чем самолёт. Ну, в нормальном большом аэропорту. У тебя полоса никак не может быть уже, чем самолёт. Поэтому, если есть две параллельные полосы, самолёт садится на одну полосу, рядом с ним садится самолёт на другую или что-то такое... Ну, они не могут столкнуться крыльями. Вы понимаете, это так не работает. Я понимаю, что есть игровые моменты, но это даже не игровые моменты, это бред. Вот эти вот, если они сейчас столкнутся... Ну, это просто трындец. Они садятся на две разных полосы. Они не могут, в принципе, по природе своей встретиться, столкнуться. Вот, видите? Вот этот вот бред. Вот эта штука делает игру практически неиграбельной. Да, заново. Но, нафига мне тогда там две полосы, если там, по сути, одна полоса? Ну... Ты пошла в задницу. В прошлый раз, вот, была одна карта, которая была достаточно удачная, достаточно прикольная. Большинство карт, которые здесь... Ну, блин... Это очень жаль. Это очень жаль, потому что, ну, этот решак какой-то. Рюкзак 1-0, право. Клэр для лэнд. С двух разных сторон, на две разные полосы садятся самолеты, и они сталкиваются. Ага, прикинь. Что мне вспоминается эта шутка со школы, когда из точки А в точку Б выехал поезд, и одновременно ему на встречу из точки Б в точку А выехал поезд. Но по пути они не встретились. Почему? Не судьба. Так вот, здесь не судьба сделать достаточно широкие полосы. Причем, даже фигурка самолетика, она относительно вмещается туда. Но из-за вот этих вот широких рамок, которые игра делает, вот, оно все становится так же, как и в полете, так же, как и при посадке, так же при маневрировании. Это становится, ну... Да какой трафик, блин, он уже исчез, он уже мигать начал, прекрати меня бесить. Ну вот. Не, мы это, скорее всего, пройдем, наверное, на чистом упорстве и упрямстве, потому что, ну, это третья игра серии. Но, к сожалению, у нас есть такая тенденция, что третья игра серии получается зачастую не очень хорошая. У нас такое было и в Beholder. Кстати, насчет Beholder, когда мы анонсировали, что будет новый, если он когда-то будет, он будет обязательно на канале. Я очень надеюсь, что они исправят положение, потому что, ну, с третьим Beholder была катастрофа. Насколько был шикарный первый и второй. То есть, то же самое у нас практически здесь. У нас есть... У нас есть очень классное метро, со своими недостатками, да, но игра была классная, сложная и интересная. У нас есть Motorways, который тоже, опять же, да, есть какие-то мелочные недостатки, но ты получаешь удовольствие играя в эту игру, она прикольная. А здесь, здесь ты как комок нервов сидишь, потому что происходит столько нелогичной фигни, которую ты не можешь переварить. Вот, поэтому... Здесь почему-то нет челленджей, здесь нет какого-то разнообразия, здесь все уровни абсолютно одинаковые. То есть, нету такого, что у тебя там, например, как там было, вагончики по 4 человека, вагончики по 6, скоростные поезда, что-то где-то. Не, у тебя тут ничего этого нет, у тебя тут все карты, они, в принципе, одинаковые и однообразные. Ну, да, я скорее не возьму... И, ну, когда... Да, 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 я понял тебя, хорошо. Вот, ничего не происходит, очень... Я же говорю, что в первой... На первой карте мне так пообещали, мне так заманили, что будут исторические справочки, чтобы все... Добавили бизнес-джеты, что, в принципе, ничего не делает, добавляет тебе номер к самолету, и то, что он с тобой упрощается, когда выходит за зону, что, в принципе, тоже ничего не дает. Вот, я не знаю, здесь нет ничего, что могло бы схватить и заинтересовать, сказать тебе, что, мол, чувак, оно разве... Пока что, я не знаю, надо бы посмотреть, сколько мы... Давайте после этой карты мы посмотрим, сколько мы уже карт прошли, и что при этом изменилось. Давайте, может, кстати, немножечко ускорим, потому что уж как-то все слишком медленно происходит. Ты что, в гору даже не врежешься? Серьезно? Проскакивает? Хорошо. Гора Монтара. Гора Монтара. Так, ладно, а сверху там интересно, что за рестришены у нас? океан сан-франциско бэй давай скорей оп 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 конечно же ты в гору полетишь то блин дружище ну воздушное пространство пожалуйста конечно же ты придурком будешь и полетишь в гору при постоянном маршруту это же логично сан-франциско сети а там сам город уже находится быстрее взлетаем спасибо я я не вижу из-за того что я не могу подвинуть экран я не вижу сколько у меня самолетов сейчас спасибо так ребят садитесь давайте скорее мне самолета запускать надо быстрее говорю садимся блин я соседней полосы тебя запускаю когда тот уже в воздухе ускорение давай дайте мне зону ожидания что вы мне фигню в коррекции суда пойдет это действительно что это как это горы не врезаешься там нормально тебе 36 самолетов так оранжевого сюда Дайте мне... Блин, 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 быстрее, быстрее, быстрее! Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец-то, блин, зону ожидания увеличили! Да ну трындец просто какой-то! Иди сюда, вскрылась! Я ж тебя сюда направил! Куда ты летишь-то, Оленикус? Я тебя не направлял, ладно! Два желтых надо бы сейчас подряд запустить и забыть! Руковод 10,左, открыт для подряд! Открылась для взрыва! Руковод 1,左, Аэропорту 606, вектор в дистанцию! ВИД, в прогрессе, вектор в дистанцию! Вектор в дистанцию! Открылась для взрыва! Продолжение следует... Руковод 10,左, открыт для взрыва! Руковод 19,左, открыт для взрыва! Это пик прибытий, типа? Руковод 10,左, открыт для взрыва! Открылась для взрыва! Открылась для взрыва! Вэрфорс 1! Ааа, Ускорение! Да разошлись они, разошлись! Ааа, Ускорение! воздушные силы номер один. Спасибо, блин, сделали мне. Садись. Идите в жопу вы отсюда, блин. Короче, устроили мне одновременно пик прибытий и прибытие этого пиндюка в меню. Не понравилось. Это не челленджи, это не сложность, это издевательство. Вот то, что здесь происходит, это издевательство. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. И, оказывается, мы уже в районе двенадцати этих прошли. А, так оно скоро заканчивается. Хорошо, хорошо. У нас, получается, в следующий раз будет сильный Гонконг. Сиракуза, Амстатам. У нас, получается, не так много осталось. Эта игра еще относительно и короткая. В другом случае я бы сказал, что, типа, это минус. Но в этом случае я считаю, что... То есть я говорю, что происходит одно и то же. Вот то, что сейчас произошло, это не плюс какой-то. Ты не можешь жонглировать всеми этими самолетами. И... Ну, это глупо. Короче, ладно, ребят. Пишите вообще, что вы думаете. Вы бы хотели в такое играть? Вам нравится, не нравится? Потому что... Ну, я считаю, что эта часть пока что. На данный момент, вот, больше половины мы уже прошли. Я ее считаю самой неудачной из трех. Все равно, это будем заканчивать. Спасибо, что перестаним. Всем удачи. Добра-поправо. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok